Тишину туманного субботнего утра в роще 500 нарушил лай собак. В парке собрались серьезные животные. Представители бойцовских и служебных пород явились на урок собачьих премудростей. Его преподает Дмитрий Мищенко, известный в определенных кругах петербургский кинолог. Этой профессии не учат в университете. Все постигается на собственном опыте, да на опыте коллег. Мода держать серьезную боевую собаку существует с незапамятных времен. С тех же пор нелегко найти человека, который может правильно ее воспитать и научить быть не бездумным убийцей, а управляемым охранником. Проблема с фигурантами по этой везде. Дрессировщиком и нарушителями, как раньше назывались. Проблема научить собаку адекватно кусаться правильно и красиво. И попросили приехать, помочь. И вот с этого момента уже года два я сюда приезжаю. Нет специалистов и в Кингисеппе. Поэтому местные энтузиасты сообща приглашают Дмитрия на такие выездные семинары на природе. Ирина не в первый раз приводит дрессировать свою немецкую овчарку. Сейчас Тесс уже примерная ученица. А было время, в ней не было даже намека на маломальское воспитание. Она попала ко мне случайно уже, будучи, можно сказать, взрослой 9 месяцев. Собака была вообще неадекватная, невоспитанная. Что такое ходить рядом, послушание вообще просто напрочь отсутствовало у нее. Теперь Тесс исправно посещает уроки. Каждой собаке Дмитрий Мищенко назначает время и занимается с ними отдельно. Итальянец Канэ Корса тоже приехал с хозяином постигать азы охранных навыков. На фигуранте специальная одежда, сверхпрочный комбинезон. Неопытная собака может и за ногу схватить. Руку защищает. Рукав. Здесь длинный и очень прочный пластик с кожей. Сверху на него надевается съемный чехол, чтобы собака не испортила себе зубы. Дмитрий обучает так, чтобы собаки понимали, дрессировка не игра. И при случае защищать хозяев нужно будет не понарошку. На занятия в Кингисепп к нему даже из Эстонии приезжают. Еще две овчарки мать и дочь ждут встречи с инструктором, как праздника. Кингисеппские владельцы намерены содержать воспитанных животных. Не хватает лишь одного – специальной площадки, где можно притворить в жизнь эти желания. Продолжение следует...